Сегодня в гостях редакции Иахакасия известный российский актёр театра и кино Иван Кокорин. Добрый день, Иван Анатольевич! Здравствуйте! Очень рада вас видеть. Иван Анатольевич, расскажите, пожалуйста, с какой целью вы приехали в нашу республику? Сейчас я приехал со своим концертом. Я был у вас на съёмках два года назад, в сентябре, да, и мне так понравились ваши места, я влюбился в ваши места и подумал о том, что было бы здорово, если я приеду и подарю людям великую русскую нашу поэзию в сочетании с великой музыкой, даже не просто русскую, даже мировую, потому что вчера был концерт, я читал Микеланджело. Вот, потом я приезжал на премьеру, вот, и сейчас я приехал к вам. И вчера был концерт. Ещё вы встречались с молодёжью, да, насколько мы знаем, в нашей республике. Вот скажите, вам часто приходится встречаться и общаться с молодыми людьми, как в регионах, так и в столице. Вот чувствуется ли разница между ребятами из провинции и из столицы? Не боятся ли молодые люди в регионах вступать в диалог, задавать вопросы такой звезде, как вы? Ну, я не часто встречаюсь с молодёжью, если быть честным. Если вы спрашиваете, есть ли разница в молодёжи, есть разница столичная молодёжь, столичные люди и люди, которые живут далеко от центра. Ну, что значит далеко? Даже за МКАДом в Москве уже другие люди, потому что любой мегаполис, он заставляет людей быть сконцентрированными и быстрыми. Вот. Приезжаешь, когда в любой регион люди чуть другие, более расслабленные, более встречают тебя, они рады тебя видеть, они более общительные, глаза горят. И, конечно, когда мы говорим про встречу с молодёжью, они, когда видят какого-то нового героя, да, они сначала в любом случае очень осторожно смотрят, как выглядит человек, что он несёт в себе, какую энергетику несёт, да. Если им этот человек, собеседник, откликается по нутру, так скажем, да, если какая-то идёт от него внутренняя правда, и они могут, как вам сказать, задать ему вопросы, они задают. Но задавать они начинают, как правило, не сразу, потому что есть вопрос, они просто привыкают к собеседнику. И в данном случае, вот, у нас была встреча, ребята очень внимательно меня слушали, мне хотелось в эту встречу, ну, поделиться своим опытом, так скажем, да. Вот. И где-то там минут через сорок начали задавать вопросы, вопросы интересные, вижу, что они волнуются, потом потихонечку перестают волноваться. В общем, если коротко, то я вижу, что молодые люди хотят познавать мир и хотят перенимать опыт, так скажем. Мне кажется, это очень здорово. Накануне вы провели моноспектакль для жителей Хакассии. Вот расскажите, пожалуйста, немного о том, как всё прошло, поскольку это очень непростой жанр, как наш зритель его воспринял? Ну, помимо кино и театра, я занимаюсь художественным словом. Художественным словом я занимаюсь давно, порядка 15 лет. И выйти на сцену, рассказать, допустим, даже какую-то очень простую историю, даже анекдот, это требует определённого опыта и знания. И я в эту сторону развиваюсь, мне очень нравится заниматься художественным словом, есть свои законы художественного чтения. И самое главное, есть внутреннее желание делиться с чем-то со зрителем. И я испытываю большое счастье, когда я выхожу с тем материалом, который меня волнует. Меня волнует, как Ивана Кокорина, как Ваню Кокорина. И когда я выхожу без монтажа, я не спрятан ни за костюмы, ни за свет, ни за декорации, я выхожу общаться и дарить, и делиться, может быть, тем материалом, который меня волнует, мне кажется, что это для актёра, для меня лично это очень важно. Этому надо учиться, как и, в общем-то, всему. И у меня состоялся концерт, спектакль, который я делал, только я долго к нему шёл. У меня есть концерты в других каких-то регионах проходят. Я в какое-то время, перед тем, как начал выступать, я искал музыкантов. Искал по духу, по профессионализму. В какой-то момент люди эти находятся. И у нас начала складываться программа, которую я видоизменял, менял. И таким образом набрался материал. Я со своей колокольни, с режиссёрским таким взглядом её оформил. И к вам приехал. Вот, встречали меня, я считаю, что очень внимательно. Потому что мой контент не на увеселение. Я не пытаюсь... Я сразу людям говорю, ребята, мы с вами встретились для того, чтобы подумать и погрузиться. Более глубокий смысл. Ну, Шпайков, Микеланджело, куда уж глубже, казалось бы, да, Твардовский, Давид Самойлов. Это материал, над которым надо подумать. И не просто так же слушать, я имею в виду, с точки зрения, должна быть наслышанность, ухом человеческим наслышанность. Надо уметь слушать. И здесь люди очень внимательны, я бы сказал бы. Меньше реакций, чем всегда было. Я думаю, это связано с тем, что просто моя задача была поделиться мыслью и донести эту мысль. Вот этим я занимался. И чуть-чуть отмотаю назад. Я чтец Московской государственной филармонии, занимался с режиссерами. И один режиссер, великий человек, Светлана Викторовна Виноградова, меня научила одной простой мысли. Ты, когда выходишь на публику один на один, ты не должен говорить о себе. Ты не должен показывать себя, какой ты хороший. Вот, посмотрите, я такой-то артист. Нет, ты как проводник существуешь. Как проводник. Через тебя мы должны... Ты должен быть, вот даже дословно скажу, ты должен быть рыцарем тех поэтов, тех художников, которые ты несешь. Они за тобой стоят. И моя задача на таких концертах, вот быть этим рыцарем, не говорить о себе любимом, как всегда проще и нам хочется, да, вот, а быть неким проводником. И вот мне кажется, вчерашний концерт дал нам возможность, и у нас что-то получилось, какая-то химия, именно я существовал как проводник. И я за этим очень четко слежу, и музыку я таким образом подбираю, чтобы эта музыка помогала этой литературе, этим художественным оборотам воспринимать именно мысль автора. Поэтому, мне кажется, вчерашнее такое внутреннее сосредоточение, это очень хороший, ну, для меня признак, что у нас, мы прожили вчера этот день не зря. А уже сегодня у вас прошла встреча с главой Хакасии Валентином Коноваловым. Вот о чем шла речь и какие впечатления? У нас действительно прошла встреча с Валентином Олеговичем. Я что-то как-то немножко, как сказать, напрягся, потому что, ну, это некий официальный все-таки прием. Но как-то Валентин Олегович как-то так сумел расположить к себе, что это время, которое нам было уделено, прошло очень легко, спокойно. Мы говорили и про Хакасию, про Крацуты Хакасии, про магические места, про смысловые места, про пирамиду, про то, что давно люди здесь живут. И огромные народности здесь замешаны, богатая земля, как за нее воевали, за эту землю. Также мы говорили и про развитие кино, вот, и про развитие туризма. Очень тепло прошла встреча, и у меня как-то очень хорошее внутри ощущение. А главное, что, знаете, как это все-таки важно, когда любой проект, если он внутренне сделан честно, и люди горят этим проектом, как важно, чтобы он имел поддержку. И я очень рад, что кино, которое выходит на экраны, это Чикаго, где я снимался, проект нашел поддержки в лице главы. Мне кажется, это очень мощный толчок для того, чтобы это кино состоялось. А самое главное, чтобы его увидели зрители, чтобы его увидела молодежь. Очень важно, чтобы мы с вами давали возможность молодежи говорить о очень простых ценностях, человеческих ценностях, чтобы они эту ценность впитывали прямо с молоком матери. Потому что это важно, чтобы люди понимали, где они живут, что у них есть ноги, что у них есть родная земля под ногами, что она, земля, это богата, богата и на историю, и на культуру, и на наши какие-то внутренние человеческие скрепы, материнские скрепы, отцовские скрепы. Вот как-то спасибо огромное, что как-то и встреча состоялась, и кино получилось. Мне не стыдно за кино. Я очень рад, что молодежь посмотрит и сделает правильный выбор в своем развитии. Как важно, чтобы в данный этап человеческой жизни мы принимали выбор. Но не просто мы принимали выбор взрослые, когда мы уже вроде осознанные, хотя тоже ошибаемся. Но чтобы и помочь молодому поколению правильно сделать выбор, он порой иногда очень сложный, непонятный, запутанный. Как в свое время мои родители поддержали меня, когда я поступал в театральный институт. Я из инженерной семьи, у меня в роду педагоги, для них было вообще шоком, что их чадо, их сын выберет вдруг такой путь, актерский, непонятный. Я поступал в 90-е годы, когда вопрос денег в этой профессии вообще не стоял никаким образом. Они просто взяли и поддержали меня. Поддержали, ничего, попробуй. Вот, и мне кажется, наша задача, чтобы мы с вами поддерживали своих детей, и их не закрепощали, и не навязывали им свои хотелки, извините меня, да, свои комплексы, чтобы мы им давали расширение, давали свободу в выборе. И мне кажется, это даст возможность им быть счастливее и им заниматься тем делом, которое они говорят. Это вроде такие простые слова, ну, проще некуда, да, какие-то пафосные. Но в этом, мне кажется, столько внутренней правды и внутренней силы для того, чтобы они были счастливее, самодостаточнее, чтобы они делали в жизни те вещи, которыми они горят. Сейчас побеждают люди, и выходят молодые, а я смотрю, они даже, они более креативные, чем я. Потому что они просто верят в свое, какой-то, свой внутренний какой-то идеал, в свое, вот, я хочу этим заниматься. И они этим горят. Те же самые айтишники, которые, ребята, просто такие программы делают. Мне для своей программы нужны какие-то видеоинсталляции, они такие делают. Я думаю, я даже близко это не сделаю. Молодцы, потому что они хотят что-то. Они вот делают. И наша задача их как-то вот в какой-то момент жизни их поддержать, окутать нашей любовью их и сказать, ребят, да у вас все получится, да газуйте. Сейчас время газовать. Всегда время газовать, но сейчас нужно газовать. Давать им внутреннюю свободу и говорить, ребята, давайте, ошибетесь, ничего страшного, идите вперед. Следующий раз ошибетесь, ничего страшного. Я вспоминаю себя, и я, на самом деле, помню вот этот момент, как раз, когда я поступал в школу-студию МХАТ. Вы представляете, вот сейчас 100 человек на место. И надо было, грубо говоря, 100 человек пройти, подвинуть, извините меня, своим талантам и сказать, я первый, я хочу учиться здесь, я хочу набраться тот опыт, который мне необходим будет в жизни, чтобы и в кино снимать, и выходить на сцену, на театральные площадки. Вот как-то вот так. Иван Анатольевич, вы талантливый, известный актер, и наверняка в Хакасии, как и в других регионах, живет множество ваших фанатов. Вот что бы вы хотели им пожелать? Вот что сейчас, что сейчас я сказал, повторюсь, может. Друзья, мне кажется, сила вообще человека в том, чтобы нету никаких преград, ребята. Нету. Все наши зашоры, они вот здесь вот. Да, поэтому убираем зашоры и раздвигаем границы. И занимаемся только тем делом, которым мы хотим заниматься. А я глубоко убежден, что каждый человек рожден для какой-то определенной своей миссии. Не занимайтесь тем, чем вы не горите. Как бы сложно ни было, будет сложно, будет. Вот. Но первая дверь не откроется, вторая не откроется, третья не откроется. Ну, 105-я она откроется. Если 105-я не откроется, 106-я дверь откроется. Но вы будете заниматься тем делом, которое вы мечтаете и хотите. И вокруг люди вас будут собираться близки вам по духу, близки по энергетике. Тогда вы будете делать великие вещи. Тогда вы будете становиться Стивеном Джобсом. Понимаете? И делать Кремниевую долину здесь, в Хакасии. И не только в Хакасии. На нашей русской земле. И у нас очень много людского таланта. И мне кажется, надо об этом помнить. И вкладываться и в образование, и в науку, и в любовь. Вкладываться в любовь. Странное выражение. Дарить любовь друг другу. И это нас делает сильнее, мужественными внутри. И, мне кажется, крепкими внутри. Вот эту крепость хочется вам пожелать.